Каждый человек любит эффективные советы, которые способны изменить его жизнь. На то, чтобы прослушать или прочитать советы, все готовы тратить время, много своего времени. Каждый из нас как-то планирует свое время или часть этого времени, чтобы достигнуть желаемой цели. Вы ведь ставите для себя цели? Думаю, что да, ведь у каждого из нас есть амбиции и аппетиты, которые постоянно растут как снежный ком, что зачастую вам мешает идти к своей цели. Отсутствие времени. Нет, я сомневаюсь. Скорее всего, далекие цели забываются, когда вы начинаете что-то делать для их достижения. Вы начинаете отвлекаться на другие вещи и просто забываете о поддержании своей продуктивности. Потеря целей на пути следования к ним, что может быть банальней? Враг наших целей. Именно забывчивость и является одним из основных врагов продуктивности. Я уверен, что большинство из нас, посмотрев на свой годовой план в конце года, просто ужасается. Ничего не сделано. Из года в год важные цели откладываются и переносятся в список на следующий год. В некоторых случаях человек, смотрящий на свой годовой план, просто не может вспомнить, чтобы он планировал те вещи, которые там записаны. Это можно проиллюстрировать на другом примере. Каждый из нас считает, что обладает навыками финансового управления хотя бы своих финансов. Многие из вас прочитали тонны литературы, связанной с финансовой деятельностью. Я прав. Если нет, то извините, но если да, то почему же все-таки иногда покупаете ненужные вам вещи, подаваясь какому-то неведомому импульсу? Ответ. Мы забываем основы финансового управления. Как не потерять память и запомнить дорогу к своей цели? Мы уже уяснили, что для достижения цели необходима продуктивность. Не забывать быть продуктивным очень важно. Это важно точно так же, как и знать свою цель. Ниже я даю маленький перечень пунктов, которые помогут вам постоянно напоминать о поддержании продуктивности и окончательной цели. Один использование скринсейвера. Практически у каждого из нас на рабочем столе ПК после определенной неактивности появляется что-то прыгающее и, возможно, веселое. Установите время появления заставки через пять минут после неактивности. Вместо какой-то красивой картины поставьте какой-то текст, напоминающий вам о вашей цели. Два. Фоновая картинка. Вместо какой-нибудь фоновой картинки на рабочем столе поставьте список ваших топ-целей, чтобы не забывать, в каком направлении стоит идти. Три. Придерживайтесь графика работы. В процессе долгой и тяжелой работы вы должны делать короткие перерывы, чтобы собраться с мыслями, выпить чая и просчитать следующий ход. Следить за временем будет тяжело. Ставить будильник как-то непрактично. Вам придется отрываться от рабочего места. Именно по этой причине был создан онлайн-эларм-клок. Этот сервис представляет собой онлайновый будильник, очень удобный в использовании. Все, что вам надо, это выбрать тип звонка и установить время. После того, как таймер окажется на выбранной вами позиции, вы услышите звуковой сигнал, обозначающий завершение работы. Далее вы просто нажимаете кнопочку и через 10 минут будильник напомнит вам, что пора вернуться к работе. 4. Установите ReminderFox, если вы используете Firefox. Это поможет вам организовать для себя напоминания того, что надо делать. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. 5. Оставляете напоминания. Если вы что-то запланировали, то очень удобно будет иметь список запланированных вещей перед собой, например, на стене на мониторе, на руле автомобиля и на многих других вещах. Это не даст вам забыть то, что вы запланировали. 6. Незаписанные напоминания. Постарайтесь как-то связать те вещи, которые вы каждый день видите, которые находятся в вашем доме с теми вещами, которые следует сделать. Озвучено Яндекс Спичкит. Вы же как-то помните с утра, что вам надо проверить, выключил ли я газ. Я могу вспоминать о этом, когда пью кофе. Постройте свою сеть ассоциаций. Пусть даже нелепых. Глупые вещи запоминаются лучше. Вы знаете, что когда ребенку вы скажите слово «яблоко», то у него сразу же возникают ассоциации с его вкусом, цветом, ощущением на ощупь. А если вам скажут то самое слово, то вы не будете придавать внимания и строить ассоциаций. Почему? Потому что мы с вами мыслим в плоскости, а не пространстве. Озвучено Яндекс Спичкит. Учитесь ассоциировать важные дела с обычными вещами, которые вы постоянно видите. Вы можете попросить своих друзей и родственников напоминать вам о том, что вам следует сделать, или о том, чего не следует делать. Например, когда вы пойдете в магазин, чтобы купить новую флешку, попросите друга, что удержал вас от покупки нового ноутбука. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.